Барнаульское научно-техническое объединение «Лазер» связано в основном с созданием одежды. Своё название компания получила, потому что использует лазерные технологии, а главное – разрабатывает собственные. Первый патент получила на нанесение рисунка на ткань лазером, без краски. Сегодня у лазера 7 патентов. Основную прибыль предприятие получает выпускает толстовки, куртки, костюмы, а также автомобильный текстиль. Но есть у лазера продукция особого назначения. Во время пандемии коронавируса лазер сумел наладить производство защитных костюмов для медицинских работников. Материал не сшивался, а очень прочно склеивался по швам с помощью лазера. И это надежно защищало медиков от проникновения инфекции. У нас два патента даже на это есть. На костюм мы его модифицировали, чтобы врачам было легче его снимать, чтобы минимум контакта было с лицом. И второй патент – это валик для поднятия сатурации. Сейчас в руках швей уже не белые, а зеленые костюмы, которые тоже призваны защищать и спасать жизни. Ведь их не видит тепловизор, а значит и враг. К созданию защитных костюмов владельцы компании шли постепенно. Началось все с простого снаряжения для мобилизованных. Далее за несколько месяцев была разработана технология производства костюмов-невидимок. Эта экипировка экранирует тепло человеческого тела и поглощает инфракрасные лучи, что делает объект защиты малозаметным, невидимым даже в тепловизорах и приборах ночного видения. Познакомиться с производством и сделать заказ приехал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Это другая немного технология, она зимняя идет. Армированная ткань, то есть в нем тепло, он выдерживает до минус 80 градусов, он аккумулирует тепло. Сейчас оформляется патент на летний вариант экипировки. Алтайская разработка превосходит западные аналоги во всех аспектах, утверждает владелец компании. То есть наш костюм, либо состоящий из понча, либо из кубки штанов, может использовать как пехотинец, так и мотостриковый, как танкист, снайпер. Ну и в принципе сапер, неважно кто, неважно какую задачу будет решать, он для всех подойдет, потому что он легкий, он прочный, ну и малозаметный. На этих кадрах вы можете видеть, как тепловизор воспринимает человека в специальной накидке и без нее. Разница видна даже на близком расстоянии в помещении. Ну супер, да, хорошее изделие, полезное. Александр Прокопьев лично убедился в защитных свойствах новой продукции НТО «Лазер». Договор на приобретение сотни костюмов для наших разведчиков в зоне СВО уже находится на подписании у производителя. Важно обратить внимание, что все изделия, которые здесь создаются, направлены на защиту людей, а это благородная миссия. Производство специальных костюмов расширяется. У компании «Лазер» есть возможность увеличить его в пять раз. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.